Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство и принцип действия полуавтоматов для отливки шоколадных фигурок как с начинкой так и без неё. Отливочные полуавтоматы служат для получения изделия определенного объема, формы и рисунка. Из полужидкой или жидкой кондитерской массы отливка её форму. Шоколадная и конфетная массы обладают разными физическими свойствами, поэтому полуавтоматы для шоколада и конфет различаются между собой и они рассматриваются нами в отдельных видео лекциях. Отливочные полуавтоматы отделяют от жидкой кондитерской массы порцию определенного объема и отливают её форму. Материал формы зависит от физических и химических свойств заливаемой массы. В зависимости от физических свойств кондитерской массы перед заполнением формы проводятся те или другие подготовительные операции. Например, в одних полуавтоматах форма подогревается, а в других посыпается пудрой и так далее. Полуавтоматы для шоколада и конфет представляют собой соединение нескольких машин, выполняющих большое количество сложных операций. Полуавтоматы для получения из полужидкой или жидкой шоколадной массы плиток, таблеток, фигурок, фигурок с начинкой, пустотелок фигурок, батонов и конфет определенной массы и формы рисунка. Классификация полуавтоматов для отливки шоколадных изделий представлена на экране. Полуавтоматы имеют отливочные машины с периодическим и равномерным движением транспортера. Они заполняют каждую форму определенной порции шоколадной массы, независимо от объема и самой формы. Полуавтомат с формами, не скрепленными с транспортером. Полуавтомат служит для изготовления шоколадных фигурок с начинкой и без нее, батонов и пустотелых фигурок. Фигурки с начинками и батоны изготавливаются так. Рамки размером 425 на 275 мм с формами для различных изделий ставятся на транспортер 42. Двигаясь по транспортерам 42, 14 и 2, рамки попадают в подогревающий шкаф 11, в котором они подогреваются до температуры 30-31 градус Цельсия. Далее рамки поступают на поперечный транспортер 1. По транспортерам 1 и 3 рамки передаются на основной транспортер 4. Транспортер 4, имеющий периодическое движение, перемещает их под насадки отливочного механизма 5, где формы заполняются шоколадной массой. Рамки с формами, заполненными шоколадом, тем же транспортером подаются на вибрационную машину 6, которая удаляет воздух из шоколада и способствует заполнению шоколадом сложного рисунка формы. За время прохождения рамкой вибрационной машины шоколад, соприкасающийся со стенками формы, успевает несколько застыть, в то время как в середине он еще совершенно жидкий. Далее рамка поступает в опрокидыватель 7. Он переворачивает ее днищами формы вверх, при этом жидкое содержимое формы выливается, а слой полужидкого шоколада, соприкасающегося со стенками формы, образует оболочку неодинаковой толщины. Затем рамка, будучи перевернутой, подается транспортером 8 в центробежную машину 9, в которой толщина шоколадной оболочки выравнивается до 1,1,6 мм. Из центробежной машины рамки попадают на транспортер 10, который перемещает их в горизонтальном кристаллизаторе 12 длиной 13 метров. Здесь в шоколадной оболочке кристаллизуется масло какао. По выходе из кристаллизатора рамки вручную очищаются от подтеков шоколадной массы над корытом 16. Поворачиваются днищами форм вниз и устанавливаются на транспортер 17, который вдвигает рамки на поднятые планки 19. При движении планок вниз рамка опускается на цепной транспортер 20, имеющий равномерное движение. По нему рамка подается к транспортеру 18, который имеет упоры. Они захватывают рамку и подают ее в холодильный шкаф 21, где температура шоколадной оболочки снижается, при этом она делается совершенно твердой. Затем рамки по транспортерам 22 и 23 подаются под насадки сдвоенных отливочных механизмов 24. Таких механизмов полуавтомат имеет три. Эти механизмы заполняют шоколадную оболочку начинкой не до краев. Уровень начинки ниже края оболочки на 1-2 миллиметра. Начинка, заполняющая шоколадную оболочку, имеет температуру 35-40 градусов и выше. Она может давать нити, тянущиеся к насадкам отливочного механизма. Благодаря вибрации рамки на планках 25 нити обрываются. Транспортеры 26 и 28 доставляют рамку в вертикальный кристаллизатор 29. Продолжительность кристаллизации в котором колеблется от 2 до 10 минут в зависимости от сорта начинки. В этом кристаллизаторе начинка густеет или кристаллизуется и покрывается с поверхности корочкой. Она предотвращает смешивание начинки с жидкой шоколадной массой, которая впоследствии наливается поверх начинки до края оболочки. В других схемах начинку перед ее покрытием шоколадом могут смазывать маслом какао. Входной транспортер 26 имеет рычаги 27. Они регулируют поступление рамок в кристаллизатор. Транспортер этого же кристаллизатора доставляет рамку к электроплите 30. Она нагревает верхние края форм, расплавляя или размягчая при этом верхние кромки шоколадных оболочек. После этого рамки попадают в отливочный механизм 31, наливающий поверх начинки шоколад, образующий донышко изделия, хорошо соединенная с подплавленными кромками шоколадной оболочки. При заливке донышка всегда имеется избыток шоколада, от которого рамки очищаются ножами механизма 32. Рамки, очищенные от излишка шоколадной массы, транспортером 35 с рычагами 33 устанавливаются на транспортер 34, большого вертикального кристаллизатора 36. В нем они находятся при температуре 8 градусов Цельсия в течение 20 минут. Вышедшие из кристаллизатора рамки транспортером 37 с рычагами 38 подаются к транспортеру 39 в выколоточной машине 40. Эта машина выколачивает изделия из рамок на транспортер 41, который отводит их. Рамки, освобожденные от изделий, попадают на транспортер 42, который ставит их на поднятые планки 15. При движении планок вниз рамка опускается на входной транспортер 14 с рычагами 13. Рычаги регулируют поступление форм на цепной транспортер 2. Полуавтомат для фигурных изделий представляет собой агрегат из нескольких машин с самостоятельными приводами. Транспортеры, приводимые от пяти самостоятельных электродвигателей, образуют единую линию с непрерывным потоком рамок. Привод машин осуществляется электродвигателями М1, М2, М3, М4, М5, М6. Всего этот полуавтомат имеет 16 электродвигателей. Остальные электродвигатели приводят в движение вентиляторы и насосы. Для изготовления пустотелок фигурок служат рамки размером 425 на 275 миллиметров, состоящие из двух одинаковых половинок, связанных между собой шарнирной петлей. В каждой половинке рамки закреплены формы, каждый из которых представляет собой половину фигурного изделия. При сложении двух половинок рамки формы смыкаются, образуя фигурное изделие. В начале процесса укладывают раскрытые рамки на транспортер 42. Рамки передвигаются до центробежной машины 9 транспортерами так же, как рамки для изделий с начинками и подвергаются тем же операциям. По выходе из центробежной машины работница очищает рамку от потеков шоколада, складывает обе половинки рамки, плотно сжимает их замком и ставит на транспортер 10 кристаллизатора 12. В кристаллизаторе обе половинки оболочки, будучи плотно соединены, кристаллизуются, образуя пустотелое изделие. При выходе рамок из кристаллизатора работница раскрывает их и извлекает из форм пустотелые изделия, а рамки направляются на транспортер 42 для повторной заливки с шоколадом. Если выпускают пустотелые изделия с сюрпризами, то работница перед тем, как сложить рамку, закладывает в одну из половинок оболочки сюрприз, завернутый в парафинированную бумагу или целлофан. Таким образом, при производстве пустотелых изделий используется лишь часть полуавтомата для фигурных изделий. Рассмотрим устройство отливочного механизма, приводимого в движение от электродвигателя М1. Отливочный механизм имеет бачок 1 с водяной рубашкой для поддержания требуемой температуры шоколадной массы. В бачок загружается шоколадная масса в количестве 75 килограммов с температурой 30-31 градус Цельсия. Она размешивается мешалкой 2. Мешалка выравнивает температуру в различных точках. Из бачка шоколадная масса попадает в мерные цилиндры, высверленные в съемной колодке 7. При движении поршней вверх масса течет в мерные цилиндры через отверстие 8 в золотнике 9. Поршни 5 имеют кожаные уплотнительные кольца 6, обеспечивающие герметичность мерных цилиндров. Поршни всех мерных цилиндров вставлены в паз общего ползуна 4, который движется возвратно-поступательно по направляющим 3. Привод ползуна осуществлен от эксцентрика 19. Необходимый ход поршней устанавливают вращением рукоятки 14, которая перемещает ползун 15 в пазу кулисы 16. Когда поршни придут в крайнее верхнее положение, золотник 9 перемещается от пространственного механизма, который присоединяется к пальцу 10. Золотник движется в направлении перпендикулярном схеме на половину расстояния между отверстиями в золотниковой планке. При этом мерные цилиндры разобщаются с бачком, а отверстия 11 в золотниковой планке сообщают мерные цилиндры с отверстиями насадок 12. При движении поршней вниз шоколадная масса выдавливается через насадки в подвижную форму рамки 30. По заполнении формы шоколадом транспортер упорами 13 переместит рамку так, чтобы под насадками оказался следующий ряд форм. Транспортер перемещает рамки то на расстояние L1, то на расстояние L2. Сложное движение транспортера осуществляет механизм состоящий из кривошипа 20, качающихся кулис 18 и 22, коромысел 23 и 28 с собачками и храповых колес 27 и 29, жестко связанных с приводной звездочкой 17 транспортера. По пазу коромысла 23 скользит ползун 24, соединенный пальцем с ползуном 25. Изменение величины перемещения транспортера осуществляется перестановкой ползунов 21 и 25 в пазах двух коромысел 22 при помощи рукоятки 26. Работает механизм следующим образом. При вращении коромысел 23 и 28 против часовой стрелки собачка коромысла 23 находясь в зацеплении зубом храпового колеса 29, поворачивает его вместе со звездочкой 17, перемещая транспортер на расстояние L1. Собачка коромысла 28 в это время скользит по гладкой поверхности малого храпового колеса 27 и не передает ему вращение. Храповое колесо 27, будучи жестко связано с храповым колесом 29 поворачивается так же, как и большое храповое колесо. Затем коромысла вращаются по часовой стрелке, тогда собачки скользят по храповым колесам и транспортер остается неподвижным. После нескольких поворотов храповых колес собачки коромысел 23 и 28 окажутся в зацеплении зубьями храповых колес 27 и 29. Тогда, вследствие того, что коромысла 28 вращается с большей угловой скоростью, чем коромысла 23, транспортер получит движение от храпового колеса 27 и переместится на расстоянии L2. При этом зубья храпового колеса 29 убегают от вращающейся собачки коромысла 23. Схема пространственного механизма, присоединяемого к пальцу 10 для привода золотниковой планки, показана на экране. На том же валу, на котором находится эксцентрик 19 и кривошип 20, имеется еще кулачок 31, который заставляет проворачиваться двуплечье рычаг 32. Верхний конец двуплечьего рычага с шаровым шарниром 33 соединен с шатуном 34. Второй конец шатуна с пальцем 10 на ползуне образует шаровый шарнир 35. Этот механизм движет ползун в плоскости перпендикулярной двуплечьему рычагу 32. Отливочные механизмы 5 вместе с транспортерами 1, 2, 3, 4 и 5, а также механизмом 7 для опрокидывания форм образует довольно сложную отливочную машину, структурная схема которой показана на экране. От электродвигателя М1 ремнем 38 движение передается валу 14. От него ремень 47 приводит во вращение лопасть 31 в воронке отливочного механизма. Ремень 12 вращает вал с широкой шестерней 15. Она постоянно сцеплена с шестерней 13 пятиступенчатого блока, который передвигается вдоль вала 16. С одной из шестерен блока закреплена накидная шестерня 17. От нее движение передается через муфту 21 с пальцем 18 к кулачковому валу 23. На нем закреплен эксцентрик 22 отливочного механизма и кулачок 50 золотника 53. Валы 23 и 19 вращаются с одинаковой скоростью. Кривошип 20 является ведущим в механизме привода транспортера 24. Коническая шестерня 49 на конце вала 16 сцеплена с шестерней 48. Она вращает распределительный вал 46. Насаженная на него звездочка 26 приводит в движение звездочку 29 транспортера 32. Коническая шестерня 28 вращает шестерню 27 вала 30, который является ведущим для транспортера 25. На противоположном его конце звездочка 33 передает вращение звездочки 51 с кривошипом 52, который при помощи шатуна, коромысла и храпового колеса передвигает транспортер 34. От вала 35 получает периодическое вращение кулачок 37. Он колеблит отсекающие рычаги 36. Рычаги пропускают на транспортер 34 по одной рамке. Шестерни 2 и 3 передают вращение от вала 46 к валу с шестерни 4, находящийся в зацеплении с зубчатым венцом пазового кулачка 6. Он поворачивает рычаги 8, которые свободно надеты на вал 7. Звездочка 9 вращает ведущую звездочку 5 центробежной машины. Секторная шестерня 10 периодически поворачивает шестерню 11, сидящую на валу 45. Шестерня 39, находящаяся на этом валу, приводит в движение верхний транспортер 1. Он перемещает рамки от опрокидывателя через центробежную машину к транспортеру кристаллизатора. На валу 45 неподвижно закреплены рычаги 41 опрокидывателя. Когда они горизонтальны и неподвижны, транспортер 24 отливочного механизма вдвигает рамку на направляющую 42. Они в этот момент отжаты от рычага 41. При повороте рычагов против часовой стрелки на угол пиродиан ролик 43 отделяется от неподвижного кулачка 44 и пружина 40 плотно прижимает направляющий 42 рамку к рычагу 41. После поворота рычаг 8 выталкивает рамку на транспортер 1. Число ступеней в коробке скоростей между валами 23 и 46 определяет число вариантов размещения форм в одной раме. При отсутствии рамки с формами под насадками механизма муфта отключает отливочный механизм. Равномерное движение в направлении стрелки получает зубчатый венец 4, который свободно сидит на ступице 10, закрепленный на валу 1 отливочного механизма и справа удерживается от осевого перемещения диском 3. Зубчатый венец из ступицы имеют полукруглые шпоночные канавки. Их совмещение дает цилиндрическое отверстие. В ступице находится цилиндрическая шпонка 2, имеющая срез, сечение которого представляет собой полукруг по длине равной ширине венца 4. Эта шпонка, находясь в положении, представленном на рисунке, соединяет зубчатый венец со ступицей и валом 1. В такое положение шпонка 2 поставлена пружиной 14. Она одним концом крепится к рычагу 9, закрепленному на конце шпонки 2, а другим к ступице 10. Рычаг 9 с роликом 13 поворачивается пружиной 14, которая вторым концом прикреплена к 4.15, ввернутому в ступицу. Ролик, рычаг и пружина вращаются вместе со ступицей и венцом, пока рамка 12, надавив на ролик 7, отклоняет рычаг 6. Если рамка с формами отсутствует и рычаг 6 под действием пружины 5 придет в вертикальное положение, то упор 8 окажется на пути движения ролика 13. Ролик 13, встретив упор, останавливается, а венец продолжает двигаться. При этом рычаг 9 поворачивает шпонку и растягивает пружину 14. Повернувшись на угол Пи пополам радиан против часовой стрелки, шпонка разъединит венец 4 со ступицей. Ступица и вал 1 останавливаются, а венец продолжает вращаться. Венец соединится со ступицей, когда рамка 12, перемещаясь по направляющим 11, отклонит ролик 7 с рычагом 6, освободив ролик 13 от упора 8. Несмотря на то, что ролик 13 не имеет упора, пружина 14 не повернет рычаг 9 со шпонкой 2. Этому повороту препятствует венец. Шпонка под действием пружины повернется по часовой стрелке на угол Пи пополам радиан только тогда, когда шпоночная канавка венца подойдет к шпонке. При этом венец соединится со шпонкой и вал отливочного механизма снова начнет вращаться. Эта муфта всегда включает отливочный механизм в определенный момент и таким образом не нарушает синхронности работы механизмов отливочной машины. Центробежная машина предназначена для получения шоколадной оболочки одинаковой толщины с гладкой внутренней поверхностью. После опрокидывателя периодически движущийся верхний транспортер ставит рамку с формами, обращенными днищами вверх на направляющие два. Он совершает колебательное движение вверх и вниз. Во время покоя верхнего транспортера рамка колеблется и с внутренней поверхности оболочки шоколадная масса стекает в сборник три. При последующем движении верхнего транспортера рамка попадает на неподвижные направляющие один. На этих направляющих с оболочки продолжает стекать шоколадная масса. Затем рамка верхним транспортером ставится на следующие подвижные направляющие 4 для дополнительного стекания шоколадной массы. Для очень густых шоколадных масс общая продолжительность трясения рамки составляет от 14 до 17 секунд. Практика работы фабрики Красный Октябрь показала, что при негустых шоколадных массах время трясения можно уменьшить до 7 секунд. То есть производить трясение лишь на одной паре подвижных направляющих, выключая другую пару. Лучше выключать направляющие 4. После трясения рамка ставится верхним транспортером на направляющие 7, которые в этот момент находятся в крайнем верхнем положении. Как только рамка остановится, сверху на нее опускается планка 8, которая не только зажмет рамку, но и опустит направляющие 7 вместе с бачком 6 вниз, растянув пружины 11. При опускании направляющих 7 вниз каркас 9 жестко соединенный с ними также опустится вниз. При этом он втулками скользит по вращающимся веретенам 5, которые образуют с вертикалью угол альфа. По мере перемещения каркаса вниз он получает круговое поступательное движение с радиусом, пропорциональным величине перемещения и угловой скорости вращения веретен. Эту скорость можно изменять в значительных пределах. Привод веретен осуществлен от электродвигателя постоянного тока. Опускание и поднимание производит кривошип 10 за время покоя верхнего транспортера. После этой операции шоколадная оболочка приобретает одинаковую толщину и гладкую внутреннюю поверхность. Фигурные изделия из шоколада с начинкой можно выпускать при выключенной центробежной машине, если не придавать значения неравномерной толщине оболочки. Это безусловно приведет к большему расходу шоколада. При выпуске пустотелых фигурок с сюрпризами качество отделки внутренней поверхности играет большую роль, и применение центробежной машины обязательно. При центрифугировании происходит перераспределение масла какао. Оно удаляется из наружных слоев во внутренние. Это обуславливает большую стойкость изделий против жирового поседения. В более старых конструкциях трясение и вращение рамок с формами происходит одновременно. Такие же центробежные машины почти совсем не встречаются на кондитерских фабриках, поэтому мы их рассматривать не будем. Горизонтальные и вертикальные холодильные камеры описаны нами в отдельных видео лекциях. Следующей машиной полуавтомата для фигурного шоколада является отливочная машина для начинки. К сожалению, более хорошего изображения мне найти не удалось, поэтому попробуем обойтись этим. Каждая из воронок 6 предназначена для одного сорта начинки. Воронки обогреваются водой, поступающей по трубкам 8. Использованная вода стекает по трубе 7. Рукояткой 5 включают отливочный механизм, а рукояткой 4 переставляют накидную шестерню в коробке. Штурвалом 3 передвигают конус из набора шестерен при изменении числа поперечных рядов форм в одной рамке. Винтами 1 и 2 изменяют перемещение цепного транспортера. Все начиночные машины имеют один общий приводной вал 9 для кулачковых валов 10 отливочных механизмов. Он проходит внизу с рабочей стороны машины. Угловая скорость этого вала меняется коробкой скоростей, которая точно такая же, как и у машины для заливки форм шоколадом. При выпуске изделий с начинкой передаточные отношения коробок скоростей устанавливаются одинаковые. Отливочные машины для начинки также, как и для шоколада имеют 9, 10 и 12 насосиков. Насосная система легко переналаживается на любое количество насосиков смены колодки с цилиндрами. Требуемый размер порции устанавливается изменением хода поршней. Отливочная машина для начинки отличается от машины для шоколадной массы, отсутствием внутри воронки мешалки и наличием 4 шнеков, подающих начинку к мерным цилиндрам. Шнеки вращаются с угловой скоростью 3 радиана в секунду. При желании их можно выключить. Шнеки нужны для подачи очень вязкой массы в мерные цилиндры. Кроме того, они перемешивают массу. Наличие шнеков позволяет разливать густую шоколадную массу, фруктово-ягодную начинку, нугу, трюфельную, помадную, марципановую массу и так далее. При заливке в шоколадную оболочку начинки из очень тягучей кремовой или сливочной, отлитые порции соединяются нитями с насадками мерных цилиндров. Для обрыва нитей машина имеет планки, которые поднимают рамку при поступлении начинки в оболочке и резко ее опускают при прекращении поступления начинки в шоколадную оболочку. При резком опускании рамки нити обрываются. Подъем и опускание планок синхронизированы с работой отливочного механизма. Ускорение при опускании планок большее, чем ускорение силы тяжести сообщать не следует, так как при большом ускорении рамки отстают от планок и производят сильный шум. При недостаточно тщательной регулировке полуавтомата возможно попадание рамки на упоры транспортера 23. При поступлении ее с транспортера 22 это может вызвать поломки при дальнейшем движении рамки. Чтобы этого избежать полуавтомат снабжен блокирующим механизмом, который расположен около отливочной машины. При работе полуавтомата концы 1 и 2 двуплечьего рычага занимают положение, показанное пунктиром. При этом конец 1 не касается рамок 4, занимающих нормальное положение на транспортере, а конец 2 нажимает на кнопку 3 блок контакта пускового устройства. При прохождении под концом 1 и рамки 5, занимающей неправильное положение, она поворачивает двуплечье рычаг на угол альфа. Плечо 2 соскакивает с кнопки 3, блок контакта размыкаются и электродвигатель выключается. Такие выключатели имеются перед отливочными машинами, вертикальными холодильными камерами, перед зачищающими ножами и выколоточной машины. Схема электрического нагревателя и машины для заливки донышка шоколадной оболочки, заполненной начинкой, показана на экране. Транспортер 1 подает рамку 2 под электроплиту 4. В пазы к керамике уложены спирали 3 из нихрома. По ним течет ток. Нагрев торца шоколадной оболочки регулируют штурвалом 6. Он ввинчивает или вывинчивает винт 7 из неподвижной поперечины 5. На поперечине имеется выключатель 8 для выключения тока из спиралей. Рамки с расплавленным торцем шоколадной оболочки поступают в камеру 9, в которой поддерживается постоянная температура. Из воронки 10 льется жидкий шоколад. Ширина струи регулируется заслонкой 11. Под воронкой рамка заливается шоколадом вся сплошь, включая и промежутки между оболочками. Далее рамка поступает в механизм зачистки. На рисунке показано движение рамок, если на них смотреть сверху. Периодически движущийся транспортер 1 подает рамку к неподвижному ножу 2. Он очищает верхнюю поверхность при ее движении. Затем узкий короткий верхний транспортер 6 периодического действия вдвигает рамку между боковыми ножами 3, которые очищают боковые поверхности. Возьмем заначальное, то есть первое положение такое, при котором рамка А передвигается верхним транспортером 6 к неподвижной каретке 5. Второе положение соответствует окончанию загрузки этой рамки в каретку 5. Затем транспортер 6 останавливается и каретка движется к поворотным ножам 4. При этом они очищают переднюю и заднюю стенки рамки. К концу этого движения соответствует третье положение. Далее каретка 5 останавливается, а транспортер 6 вновь перемещаясь, вдвигает рамку Б на неподвижную каретку 5. Конец загрузки рамки Б в каретку показан в четвертом положении. Теперь транспортер 6 снова останавливается, а каретка 5 начинает движение к поворотным ножам 7. При этом ножи 4 и 7 поворачиваются для очистки передних и задних стенок рамок А и Б. Конец этого движения показан в пятом положении. Каретка 5 вновь останавливается так, чтобы рамка А встала на то же место, на котором она находилась во втором положении. Отсюда транспортер 6 переместит рамку А вправо, а на ее место поставит рамку В. Затем каретка 6 переместит рамку В к ножам 4, которые при этом движении повернутся одновременно с ножами 7 так, как показано в шестом положении. При этом рамка Б встанет в линию с рамкой Г и при движении транспортера 6 будет передвинута вправо на место рамки А и так далее. Последней машиной полуавтомата для шоколадных фигурок является выколоточная машина. Она приводится от самостоятельного электродвигателя. Выколоточная машина извлекает шоколадные изделия на картонные листы с металлическими подкладками силой удара рычагов по дну. Ее принципиальная схема отличается от схемы показанной ранее, еще раз ее приведем. Наличием двух клиньев на оси рычагов 15. Клинья движутся вместе с рычагами, освобождая картонные листы и металлические подкладки, которые вручную укладываются на рамку, когда она находится на транспортере 2. Листы и подкладки несколько уже рамки. Картонные листы подкладки устанавливаются в правильное положение неподвижными направляющими транспортера 2. Опрокидывающий рычаг выколоточной машины для шоколадных фигурок показан на экране. При поднятых вверх лапках 14, рамка 16 с картонным листом и подкладкой 15 вдвигается на подвижную направляющую 3, которая при этом несколько опускается вниз, растягивая пружины 6. Другой конец. Каждый из пружин прикреплен к штифту 13. После того, как рамка займет правильное положение на направляющих 3, рычаг приподнимает защелку 11, и она соскользнет с упора 10. При этом лапка 14, повернувшись в направлении часовой стрелки, прижмет подкладку и картонный лист к рамке с силой пружины 7. Затем корпус 1 поворачивается на угол пиродиан против часовой стрелки. По окончании этого движения рычаги ударяют по днищу рамки, а клинья входят между роликом 9 и упором 10. Ролик, отходя влево, перемещает ползун 8 и растягивает пружину 7. Пружина одним концом крепится к ползуну, а другим концом к оси 4, находящейся во вкладыше 2. Этот вкладыш привёрнут к корпусу 1 болтами 5. Лапки 14 повернутся, а картонный лист и подкладка 15 с изделиями на них опустятся на отводящий цепной транспортер для готовых изделий. Защёлка 11, при этом цепляется за упор 10 и пружина 12 демпфируется. С поднятой лапкой и пустой рамкой корпус возвращается в исходное положение и ставит рамку на прежнее место на подающем транспортере. Полуавтомат с формами, шарнирно закреплёнными на транспортере. Полуавтомат производит те же операции, что и предыдущий. Шарнирное закрепление форм позволяет иметь для них один равномерно движущийся цепной транспортер. Схема полуавтомата представлена на экране. Рассмотрим получение на нём шоколадных изделий с жидкой начинкой. В подогревателе 1 формы нагреваются до температуры шоколадной массы. Затем транспортер 2 подаёт формы к отливочной машине 3. Вибрационная машина 5 уплотняет массу и удаляет из неё воздух. В этой машине направляющие для цепей колеблются валом с балансирами. Вал с электродвигателем постоянного тока соединён гибким валом. Частота колебаний направляющих регулируется реостатом. Поворотный механизм 6 поворачивает формы днищем вверх. При этом жидкая масса стекает в бункер 4, откуда её откачивает насос 24. В холодильной камере 28 шоколадная оболочка у стенок формы застывает. Формы выходят из холодильной камеры днищем вниз. Вторая отливочная машина 7 заполняет шоколадные оболочки начинкой не полностью. Насадки отливочной машины при заполнении оболочек движутся влево со скоростью форм. Это достигается поворотом бункера с дозирующим механизмом вокруг оси подвеса. После заполнения оболочки бункер поворачивается в исходное положение. Далее формы проходят вибрационную машину 21, на которой начинка уплотняется. В холодильной камере 9 начинка застывает, благодаря обдувке форм воздухом, охлаждённым в воздухоохладителе 8. Механизм 10 очищает формы перед поступлением их под электронагреватель 11. Он расплавляет выступающие над начинкой края шоколадной оболочки. Третья отливочная машина 12 заливает оболочку шоколадом до верхних кромок. Этот слой образует донышко изделия. Затем формы проходят третью, очень короткую вибрационную машину 13 и поступают в последнюю холодильную камеру 19. В ней верхний слой шоколада охлаждается воздухом, поступающим из воздухоохладителя 14. При этом формы после звёздочки 18 опускаются вниз и огибают звёздочку 17. При огибании звёздочки 17 формы поворачиваются днищами вверх и в таком положении движутся по нижней ветви транспортера к вибратору 23. При вибрации формы изделия выпадают из неё на лотки. Длина лотков соответствует четырём рамкам с формами. Лотки перемещаются влево транспортером 22 к столу 15. С него лотки снимаются вручную. На случай преждевременного выпадения изделий из форм предусмотрен отвод 16. Пустые формы возвращаются к подогревателю 1 для повторного заполнения. Воздух нагнетаемый вентилятором 27 очищает формы от крошек. При выработке на этом полуавтомате только плиточного шоколада отключаются первая отливочная машина 3, первая вибрационная машина 5, холодильная камера 28, третья отливочная машина 12, электродвигатель 11, нож 10 и третья вибрационная машина 13. Цепь транспортера 2 переставляется на другие звездочки. После вибратора 23 цепь огибает звездочку 25 и надевается на звездочку 26, проходит через отливочную машину 7. В третьей холодильной камере 19 цепь, обогнув звездочку 18, надевается на звездочку 20 и образует еще три горизонтальные ветви. Огибает звездочку 17 и направляется к звездочке 25. При таком расположении цепи форма с шоколадным изделием длительное время находится в третьей холодильной камере. Техническая характеристика отливочных полуавтоматов для шоколадных изделий представлена на экране. В этой видео лекции мы рассмотрели устройство и принцип в действии полуавтоматов для отливки шоколадных фигурок с начинками и без начинок. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. На этом я с вами прощаюсь, желаю успехов и до новых встреч.